Ребята, хотите сниматься со мной в моих фильмах, но у вас нет Легиона? Специально для вас Легион, карта оплаты на 60 дней и не только по офигительным ценам, а с промокодом Виги еще дешевле, ссылка в описании. АВ, Легион, я вас всех приветствую, с вами Виги. Ну что, ребята, почему хайп такой поднялся на форумах, почему сейчас все Близзард, а в частности Халинку посылают на три веселые буквы. Давайте сегодня все это разберем, в чем поднялся весь хайп. Давайте начнем с самого малого, наше ПВП в Легионе. Оно неплохое, дабы шаблоны сделали нас всех одинаковыми, появился какой-то баланс. Да, это как бы убивает неодиновные личности, я бы сказал, выделение из толпы, допустим, у всех, все там посмотрели Глада, у него на крит, все, естественно, сделали, что на крит. А я вот умник, сделал на искусность, поэтому у меня меньше крит, но при этом все остальные удары будут бить больше. Нет, сейчас такого не будет, да. Да, бог с ним, ПВП-тринки, которые вы получаете на поле боя, они не будут работать на поле боя и, соответственно, в ПВП. Это странно, но мы как-то с этим живем, бог с ними. Но подошел наш ПВП в сезон первый в Легионе к концу. Это охуеть. Что сделали Близзард? Значит, смотрите, раньше, представьте миллион человек, миллион ПВП игроков, играющих на арене на рейтинговом поле боя, ПВП задротов, да. Как было? Близзард берет этот миллион, смотрит из них людей, у которых есть 50 побед. Хорошо, галочку ставит. Вот, смотрит дальше, если у человека рейтинг выше, чем 1000, хорошо. И только после этого они начинают давать ему звание. Гладиатор, фаворит, президент, не дай бог, перекреститесь 10 раз. Как же теперь они сделали немножко по-другому? Осталось то же самое, 1000 рейтинга, осталось те же самые критерии, 50 побед нужно сделать. Но, они взяли миллион человек, опять же этот, убрали тех, кто, у кого нету 50 побед, у кого нету 1000 рейтинга. И только после этого, вот эта маленькая часть, которая осталась 35 тысяч игроков, они начали им раздавать звание. Да, теперь так. Значит, смотрите, что у нас в итоге получается. А также, кстати, забыл сказать, они поделили Орду и Альянс на две категории. Это вообще дебилизм просто порный. Существенно повысило планку. Прибавим, вот, ребята, реально к этому еще 1000 рейтинга, которое нужно было. И в итоге мы получаем около 35 тысяч игроков в ладере. Соответственно, ранг 1, ребята, глад на Европе, получит всего 35 игроков. А ранг гладиатора 175. В сравнении с предыдущими сезонами, там, допустим, в Дренорах, было около 1600 гладов и 320 р1. Этот примерно коэффициент гладов составил... Глад был от 286... То есть 2860 рейтинга за лянс и 2650 за рду. За рду почему-то не умеют так хорошо играть, у них на 200 меньше. Возможно, все-таки хумены и мба. Мы с этим не поспорим. И в то же время ранг 1 превышает просто все мыслимые значения. Люди, у которых 3000 рейтинга на арене, его не получили. Надо было в осяном про, походу, родиться, чтобы его получить, да. В общем, вот можете посмотреть. Это вот то, что сейчас творится на форумах. Серьезно, я вам просто показываю мягко говоря, что сейчас там творится. Если они это не изменят, то игроки сказали, мы больше играть в PvP не будем. Хотя вышла вот недавно инфа, синий постик. Возможно, мы после новогодних праздников это поменяем. Это, знаете, это как, когда забанили... Ээээ... Я не знаю. Сервак. С классики, да? Вот его взяли и... Близзард с ними судились, закрыли к хренам собачьим. А потом они сказали, мы, возможно, с ними посотрудничаем и сделали, мы откроем сервера PvP. Что есть в итоге? Всё, лавочка прикрылась, серваки эти не открыли. А если кому интересно, этот сервак, который классически когда-то закрыли, с недавнего дня опять работает по тем же самым названиям. Ни хрена не поменялось. На американских форумах ещё, наверное, хуже. Ладно. Рейтинговое поле боя, ребята, это... Это... Это пиздец, ребята. Играл бы рейтинговое поле боя на рейтинг и попытался бы какое-то звание получить, я бы, наверное, получил вот такой здравенный хуище. Почему? Потому что с рейтинговым полем боя обстоят дела ещё хуже. Статус героя на Альянсе получило всего 9 человек на Европе. Значит, смотрите, играете вы 10 человек против 10. И вы, допустим, чуть-чуть меньше рейтинга получили. Ну, не собралась у вас вся команда, вы присоединитесь к ним в самый последний момент. И у всех там 3 500, а у вас там 3 499. Всего 9 человек получило. Да, представьте, когда вся ваша команда получает Героя Альянса, а вы 9-й. Нет. Это... Это пиздец. То есть, ребята, игроки, набравшие больше 260 рейтинга, не получат даже Стража Альянса. Также такие знаменитые игроки, как Готик, Закатик, Кротов, Альменыч, Синодх. Есть, есть большой список. Они тоже не получат Гладов или Героя Альянса. Вы представьте, сколько купленных Гладов, сколько купленных званий R1 в этом сезоне не получат эти люди. Ой, как сейчас ПВП-магазины всякие левые бомбанет у них, у клиентов бомбанет. В общем, ребята, с другой стороны, а действительно, звание R1 и Гладиатора нужно заслужить, прям заслужить. А не просто, ай, ну мы поиграли до этого звания, вот все сойдет. Поэтому, с одной стороны, может быть Близзард и действительно правый. Хочешь крутое звание, блять, бомби, бомби арены до посинения, не сто раз отжиматься ты должен, а тысячу раз в день арену играть. Поэтому, ребят, пишите, пожалуйста, в комментариях, ваше мнение, правильно ли они сделали или нет, или какое-то свое мнение. Я хочу знать, мне это важно. Кратенько вам объяснил ситуацию, полученную мной, спасибо Игорю, Игорь Экстримшот, который мне все этот материал приготовил. Большое тебе за это спасибо. Вот такой вот у нас пиздец подошел к концу новому нашему году, нашему первому сезону. Халинка, большое тебе за это спасибо. Ладно, ребята, не огорчайтесь, мы с вами днища-дищем, наш рейтинг 1800. Нам ничего не светит, все большое спасибо, что смотрели, расскажите это друзьям, чтобы они не паниковали и все узнали. С вами был Виги, еще увидимся, не забудьте подписаться на канал, группу ВКонтакте, была вся реклама, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok